ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мальчик растет, чтобы там все было хорошо Бабушка конфетку съела Ну ладно, сейчас будем чай пить Так что мы целуем вас Пятнадцатый год, пять лет платье Ну я его прям обожаю Один поясок уже аж сносила его Ну конечно Ну ты сейчас спонтанно Мама, все в порядке? Ты-то сейчас спонтанно Пошла Ну да, ну да У тебя спонтанный приход ко мне Кстати, яблоки очень вкусные Хочешь скушать? Хорошо Ты же все свежее любишь Так, сейчас я пирожок достану Ну он из морозилки Ему же надо дать это, отойти Пирог, а что в пироге? Ну, традиционно Традиционно В Сибирске появился друг Да Зовут Анечка Анечка? Угу Она тоже тут проездом была Ко мне зашла А я говорю Вставать и будем пить Так что вот И что? Вот, и мы заказывали А кто по голове Традиционно Что получил? Такого я еще не слышала От бабушки Кто из нас получил по голове? Я Мама, мы обе получили по голове Иди отдыхай, мамочка Иди Мы обе получили Да еще как получили Ты знаешь, что я тебе могу дать? У меня есть сок Свекольный С помидором, с аборцом, с капустой Я даже не представляю, как это вкусно А я, наверное, буду снимать Есть Вот, видишь, я его пью с собой Так Мама, иди к себе Чай какой, чай А я еще кипятком не ошпарила Ну, вы меня спарили Я еще кипятком не ошпарила На, вот этот Да, спасибо Сухую ложечку, а сейчас он закипит Вкусно? Возетела Да, вкусно А я тут прикупила вчера два молочных улуна Один со вкусом малины, второй с виноградом Ну и как, очень вкусно Я до этого алмандра Смахну Сыкучий чай? Да И сколько он сейчас стоит? 50 грамм, вот два вот Часть Где-то так, да Ну, он сейчас очень дорогой Я просто вообще, он очень дорогой Прям очень дорогой Что-то я тут накрошила Я хотела все это птичкам Ну, ладно Спонтанно Спонтанно, так сказать Приезжайте Приезжайте, замятывайте Чай попьем То, что будет С тем и попьем, да? Хе, хочешь на весы Встать? Ой, 52 килограмма Да что такое вообще? То ли дело я 78 75, 78, 75, 78 У меня как-то вот так Так А че ты там столько воды налила Что он так закипает долго? Э? Ну, полно Ты че? Ты че столько? Да полно Да полно Сейчас ты себе сок пить Зерева, Ироника Конечно Ироника, ты себе заваривай Столько, сколько ты выпьешь Чуть-чуть Ну, то есть ты себе только заваривай чай Аж паривай кипяточком А я буду сок пить А я все чаще знаю чай Меня терзают смутные сомнения Ага Что ж ты замечаешь чаще Все чаще Я просто в голову взяла Да, мне тоже часто приходит в голову То одно, то другое Так Я люблю пить сок Да, шпарила Из прозрачных скакалов А сколько лет ученику-то? У меня сегодня потрясающее утро началось Я сегодня получила письмо От мужчины из Омска От Михаила Ему 68 лет Который начал учиться пению И игре на гитаре И увидел анонс разбивок И купил книги Ага И я ему бонусом еще одну книгу отправила Я говорю, вы первые у меня У меня первые Классно Да Все это будет для тебя чай Все Это чай тебе закрой Забирай Чашка у тебя есть Ой Давай я сюда Морожком кофе Ты куда сядешь? Куда скажите? Садись сюда Хорошо Садись я сюда сяду Так А я заберу сейчас Вот сюда Да Все же на месте Все же хорошо Все же хорошо Розы уже Увидают Золотица роза чайная Вероника А дальше Как бокал вина А вот теперь смотри Вот ты запела Золотица роза чайная Как бокал вина Теперь закончилась на вина Теперь песня с этим словом Вина? Да Вина Да Быстро-быстро-быстро соображай С вином не знаю Я тоже не знаю Только пью Хороший игрок ставь Шутка Хороший игрок Ну да Я поднимаю Как там Твой Бокал На Литвое Здоровье Здоровье? Как Чем заканчивается? А Скажет А кто что знает? Я не могу отклупать Эх Я к раньше люблю А тебе вот Вам Да это моя Я потом все соберу Птичка Туда Крошки Пусть будут крошки И я с некоторых пор их вообще не выбрасываю. А я тоже. Спасибо, Господу, за этот день, за этот час, за эту пищу, что мы можем все это кушать, что у нас все есть, что мы счастливы, что мы здоровы, Вероничка, что мы здоровы, что мы любим этот мир, несмотря ни на что. Мы любим наших начальников. У нас в колледже все поменялось. У нас теперь заместитель директора по методической работе Воланд, Елена Анатольевна ушла в Кнутс, директором. То есть у нас произошли такие, с огромным сожалением, уволилась Екатерина Николаевна, вчера я узнала, и педагог Зубрев по бас-гитаре тоже уволилась. У вас что, не знаю? Не знаю, вообще ничего не знаю. Сегодня получила письмо от заведующей отделения Светланы Юрьевны Мазингерна Рудна, что сказала, что до 31-го числа мы вам ничего не скажем. Ну, у нас такая же ситуация в институте. Ну, скорее всего, продолжение сессии будет заочно, ну, в смысле, дистанционно. Не придется ехать. Я чувствую, что... У вас тоже, да? Нет, нас сейчас откроют. А потом нас опять закроют, я так думаю. И закроют нас в октябре, когда закончится уборочная. Уборочная? Угу. Что-то? Ну, у нас же много, у нас, смотри, у нас гулинские части, да? Гулинские части, где, ну, рабочая сила. У нас колонии, у нас много вот таких вот скоплений народа, которые на государство работают. Но они же, если объявлены карантин, они же не могут их использовать. А, вот что. Ну, ладно. Поэтому сейчас уберут урожай. И, наверное, опять что-нибудь придумают. Ну, да. Вторая волна. Ну, говорят же, в сентябре, в октябре ожидается вторая волна. Ну, я думаю, в сентябре нет. Хотя, кто его знает. Ну, будем здоровы! Ну, так давай играть дальше. Слушай, сильно заморожен. Надо было перед тем, как начинать распиваться, достать его, он бы разморозился. Ну, это... Может, мне микроволновку сунуть на минутку? Ну, давай, сунь. Только в этой тарелке можно? На, прям всю тарелку. Все. Ну, а что туда-сюда морозить? Давайте... Да-да, иди возьми другую, только без золотого ободочка. Не, ну, что ты это самое? Золотым ободочком нельзя. Вот так. А, да, это сюда. Очень хорошо. Вот какая-то молодая. Все, а доставь там бумажку, и потом все это высохи птичкам. Точно. Давай. Там эти, отодвиньте, как их... Да, вон она, вон она, вон она. Кувшины отодвиньте. Слушай, ну, какой же сок потрясный, а? Даже глотками попробуешь? Ну, ладно, точно, что ли. Ну, ладно. Ну, сама нальешь, там, вон, встань. Возьмешь там себе что-нибудь чистенькое. Так. Ну, давай. На чуть-чуть. Я пока... Так, а где сачок? А, в холодильник убрала уже, в левый. В левый холодильник. Ну, так давай играть в песни-то, и так... Ну, прям бокал. Нет, надо на последнее слово. Знаешь, как мы играли в города? На последнюю букву город. А теперь песня. Да, да, да. А теперь песня. Вино. Сама же запела. Вино. Какая-то есть современная. Но я ее не знаю. Что-то там розовое вино. Ну, я... Вина. Не знаю. Ну, начнем какую-нибудь другую песню. Луна, луна. Ага. Цветы, цветы. Так, ладно. На цветы. Ну, вам. А, мне? По очереди еще. Цветы. Прямо, чтобы начиналось с цветов. Может быть, как-то... Чтобы было. Чтобы было о цветах. Да, да, да. Розовые розы. Светки Соколовой. Соколовой. Да. Розовые розы. Светки Соколовой. Ну, Светка. Вот то, что спели. Давай тогда так условия. Там входит слово Светка. Можно со Светкой. Так, подождите. Да. А тут взлети. И говори. Да давай, если он не сильно, то нормально. Давай, неси. Нет, хорошо. Мне нормально, я... Ну, давай. Светка, да? Со Светкой. Светки Соколовой. День рождения. Ей 17 лет. Да. Ей всего или там? Ей... Ей 17 лет. Ну, ладно. Ей всего 17 лет. Ей всего 17. Ладно, тогда день рождения можно брать, да? Лет. Лет. И 17. День рождения. Грустный праздник. Так, праздник. Праздник. Праздник детства что-то там, что-то праздник. Праздник, праздник. Я вот, она в голове. Да? Праздник с семьёй. Праздник. Свадьбы золотой. Свадьбы золотой. Вот. Всё. Семьёй. Золотой. Свадьбы. Давай. Вы. Я? Ну, или вы. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела. Ах, и плясала. Всё. Свадьба пела и плясала. Подождите, секундочку. Да я тебя вру. Это вкусно. Именно с соком. Ты бы сейчас, конечно, многие сказали, какое-то извращение. Есть пирог. Нет, нет, вообще не моё. Ой, там же томат, я забыла. Не-не-не. Да? Не-не-не? Не-не-не. А я люблю сладкое с солёным, вот в таком сочетании. Пирог и это сладкий и солёный сок. На чём мы остановились? На тебе? Настя, свадьба пела и плясала, да? Угу. Пела, плясала, свадьба. Пела, плясала. Тебя преграла. Тебя преграла. Угу. Пела. Плясала. Там спидманули, нет ничего там с плясками? Нет. Нет. Свадьба, опять же, со свадьбой. Ну, вы же песни. Ну, тоже я спела. Всё. Рыба, как в домино, да? Патовая ситуация, да? Шахматовая. Нам. Нам зрители помоют. Да. Пой. Они продолжат игру. Пой, Вася. Ту-ту-ту-ту. Ну, во. Ну, во. Вася, что ли? На-на-на, Вася. Ва-па-ра-ра-ра, Вася. Ва-па-ра-ра-ра, Вася. Стилияга из Москвы. Да, Стилияга из Москвы. Так, Стилияга из Москвы. Вот эта песня. Пе-е-е-е-е-ня плывёт. Ага. Лучший город Земли. Эти слова тебе, Москва. Слова. Слова или Москва? Или эти? Вам. А, мне? Пароли, пароли, слова, слова. Как это? Слова, слова, опять слова, одни слова. Опять на слова. Какие старые слова, а как кружится голова? У тебя кружится, у тебя голова. Давай. Старый. Старый рояль. Мне поверь, старый рояль. Опять старый и рояль. Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно. Все, давай. Старый клен стучит и окно. Какая-то есть, что песня? Стук, 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 стук. Это, это из цикла, из дворового цикла, когда А, нет, А, нет, АПАСФАЛЬТУК КАБЛУЧКИ. А там есть, что? Нет, 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 нет. Нет, не то. Да. Да. Так, а в песне, я, честно, уже не помню слова. Давай. С первого курса. Ну, а. А, есть, ты-э-э-э-э... Если-э-э-э... Если-э-э-э-э-э-э... Пры-поезд! А, там есть что-то на? Есть ли твой? Миш сплошная мусьн... Да-э-э-э-э-э... Даль. Кроны. Убегают. Убегают. А сбежала, там сбежала. Производные, ну, лучше не надо уже. Убегают. 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 А он горит. Светит или горит? Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Вот. Звезда оторваны от дома. Давай, твоя очередь. Вы не знаете. Дом на краю берега, где любовь. Ну ладно. Любовь. Любовь. На тот большой шаг, на перекрестках. Жизнь без любви. Ну как на свете без любви прожить. А там любовь, да? Нельзя, да, вот так? Без любви что-то? Ну что, изменилось слово чуть-чуть. Дормально? Тогда вот большак. Но как на свете без любви прожить. Вот. Светит. Вот эта песня мне нравится. Жить. Жить, жить, жить. Как научиться в мире жить. Отлично. Ничего на свете лучше нету. Там бродить друзьям по белу свету. Ну там туда. Свету. Скажите. Друзья. Дружба крепкая не сломается. Ладно, давай. Да, это точно. Наша дружба не сломается. И благослови ее Господь. Кушай. Вы как раз понимаете, как мороженое такое. Он уже растаял? А вчера, представляете, купила два мороженого. Я жимаю. Две мороженки купила вчера. И за раз съела. Вот прям целопала с удовольствием. Можешь, я тебе... Хочешь, я тебе признаюсь. Что? Я за раз четыре света. Я купила морозильный ларь. Почти на сорок литров. Если не на пятьдесят, там большой. И теперь, когда мимо моей дуларька славится, я покупаю советский пламбир. Двадцать штук. Один крем-брюле, а один советский. Белый. Белый вкусный. Да. И я съедаю. Много-много. И мне стыдно. Нет, если бы я вчера взяла больше... Ну это так вкусно! Ну это так вкусно! Мне нравится, когда мороженка чуть подтает. Да, да. Чтоб не холодное, не водяное. Да, я беру их две штучки. Достыватель. Одно ставлю на подносик на маленький. Значит, второе... Ну начинаю есть сразу так как-то... Ну да, я тоже люблю, чтобы... А вот когда второе беру... Ммм... Как это вкусно! Как крем-бушек, да? Да, да. Да, так вкусно. Обалденно. А я, получается, пока шла с остановки, лет уже, они оба подтаяли. И прям шикарно. Ну ты сразу сняла. Не удержалась. Ммм... Только я заметила, что вот, я... Мне нравится... Ну, по-моему, мне тоже нравится. А вот эти блюдца. У тебя почему-то на блюдце... Ну... Вечно вы вот эту вот... Молтаю, потому что... Ну ладно, да. Порции уменьшились. Мороженого? Да. Да. Были больше. А стоят дороже. Они теперь и 60 грамм, и 80 грамм есть. Магнат. Ну-ка, самый дорогой, как по мне. Уменьшился чуть ли не в два раза. А у нас все... И стоит у нас все уменьшилось. Почти 100 рублей. У нас все. У нас молоко уже. Да. Литровых уже редко купишь. Да, да, да. 900, даже есть 950. Ни туда, ни сюда. Ну, чаще, конечно, там 800. Сметана у нас тоже. Да, и все. Была пол-литровая, а теперь у нас уже 350, а потом 400. Нет, потом 400, да, а потом теперь 350. А ценные, да. Видишь, как они грамотно делают. Ага. И трубочкам нравится... Лакомка. Да, по-моему. Мороженое. Там вот этот шоколад у меня такой жирненький, нестандартный. Я, вроде, сантехникой занималась. Я сегодня трубы чистила. В раками. А я стараюсь не покупать вот и заменить это. Ну, вот этот. Ну, вот это так. Ну, конечно, много. Ой, конечно, можно. Я стараюсь не покупать. Я не знаю, что мы едим. Такого, что вот, ну, ненатуральное, потому что с палец на лютку. Ну, это плохо протекает. Я все разобрала. Секси-петербург, сипона, сипона, сипона. Я все чистила. Ну, вот так. Знаете, бывает образуется жир. Смываете жир? Не смываю. Нет? Я беру бумажное полотенце. Во-первых, у меня сковородка, которую подарила Вера. Во-вторых, у меня мультиварка, которую мне подарили мои внуки и Вера Нечка, младшая, мама. В них я ничего не наливаю. Никакого жира. Что там, что там. Ну, понимала. Но если вдруг, все-таки, я на сковородке, ну, захотелось мне там, знаешь, на отопленом масле поджарить картошечку, которую я там в мундире сварила, то я беру бумажное полотенце. И я весь вот этот остаток жира со сковородки, я тщательно собираю и бумажку, ведро пусорное. Это уже, ну, уже, это уже вошло в привычку, все, то есть это все. Вот эти вещи, они все должны, они медленно, но верно входят в нашу жизнь. Так же, как вот я крошки, я раньше могла стереть со стола тряпочкой, и ее там в раковине. Да, так же. А теперь нет. А теперь нет. Я в окошко. Ну, да, я тоже, я все птичка. Да. Я все птичка, да. Ну, либо я бедро сухое, если, допустим, там где-то как-то сильно морозное, я там не открываю там зимой. Ну, ну, потому что они все равно скушают. Они все равно скушают. Тут по нам прокатились политологи относительно Красноярска, относительно нашей, полигона нашего. Я тут недавно выяснила, что я не плачу за вылаз мусора. Я как честная гражданка поехала, все это выяснила, оплатила там три с лишним тысячи, то, что я должна. Значит, уже вот они сколько там, два года будет. Как? Энергосбыт выиграл, чтобы платили энергосбыту. Мало того, что они пищат и скрипят, у них машины не смазанные там все, вот это, когда приезжают, это невозможно совершенно. На 10 голосов такой скрип идет, когда они все эти контейнеры. У меня повезло, у меня с другой стороны. Ну, там меня, видишь, прям вот так, а у меня нет. И московский, по-моему, поликолог, Красноярск задыхается там на полигоне. Его, ничего с ним не делают, короче, там уже... Да, нигде не делают. Ну, что-то проехались по Красноярску особенно. То есть они его вывозить, вывозят. Там какой-то король у нас на помойке сидит. Прямо сказали, четко назвали его имя, отчество, фамилию. Король! Ну, наверное, вот то, что мы платим за вывоз, мусор, наверное, это как-то там... Не знаю. Ну, в общем, у нас весело. Я хотела тут, эти тоже приезжали, когда асфальт, весь кусок асфальта оставили пять лет назад. Вот мой дом заканчивается, и они закончили асфальт класть. Следующий дом начинается. Они там начали. А вот между домами... Кому это надо? Между домами и где идет поворот вот сюда, в дорогах. Там такие ямы, да? Пять лет. Ну, там же не ходят, не ездят. Ну, да. Я не знаю, ну, видать, они там сантиметрами, метрами вымеряли там. Что-то не территория уже, понимаешь, там, я не знаю, жилкомхоз там какой-то, я не знаю, какая контора. Сейчас не поймешь, если за мусорную энергосбыт уплатим, сейчас вообще ничего не понять. И как они пищали, эти машины? Как они пищали? Я хотела, не знаю, потому что я все-таки к губернатору сниму обращение. Ну, я сниму, может быть, как-то. У меня сейчас никогда. О, Боже! Да, я вышла, я вышла, сидит мужчина, отдыхает, ну, у них перекур, на пенечке там. Я не к нему вышла, я просто вышла по делам. Они как раз сидели отдыхали, я к нему подхожу и задаю ему вопросы. Я говорю, скажу, здравствуйте, здравствуйте, я говорю, скажите, я говорю, а почему, говорю, у вас машины так спидят? Я говорю, скажите, вы от какой организации? Я получу пенсию и куплю вам масло, чтобы вы там парили там все вот это. Зачем масло, да? Ну, кавказской национальности. Солидолом мажем, да? У нас много солидола, там у него много солидола. Зачем? Маслоном не надо. Солидола есть, я говорю, такая же есть солидола. Зачем же вы не мажете-то тогда? Да они не знаю слова, почему не мажете. Зачем? Зачем, говорю, не мажете? Надо же, говорю, тогда это, намазать, чтобы не скрипело так, это невозможно. Такие высокие частоты, проблему, бразда, голова. Ну, я положу. Хочу просто узнать, что за организация у нас, откуда помойки приезжают эти машины. Съездить на прием к начальнику. Сначала я хочу, у меня входит ли в должностные обязанности. Ну, вот, содержать рабочую технику в полном, так сказать, ну, экипированную для работы. Должны ли они производить вот эти вот шарнирные там, какие-то там, не знаю, шестеренки вот эти вот. Входит ли это в обязанности? Если это не прописано, и это не входит в обязанности, ну, чтобы содержать транспортное средство в целости и сохранности. Ну, вот мне вот, женщине, вот я так понимаю, что это все должно быть. Почему? Потому что машина больше, ну, дольше сохраняется. Мне так кажется. Я так думаю. Может, нет, это не права. Так вот, если у них это не входит в обязанности по уходу и содержанию транспортного средства, то я тут ничего не сделаю. Он мне скажет, на бумажке не написано. Скрипела, скрипит и будет скрипеть, скрипеть отсюда. И все. Ну, а если все-таки входит, я скажу, если у вас проблемы в бюджете, я готова от своей пенсии. Мне добавили 270 рублей к пенсии от государства. Я эти 270 рублей вам на солидол. Ну, а что делать? Ну, я же, ты понимаешь, выясни, что это за контора, неразможно. Он мне тоже не сказал. Молчит, как партизан. Я говорю, вы где вообще базируетесь? У вас, говорю, есть начальники? Я говорю, а где вы? Вообще, где вы? Находитесь, где у вас центральный офис, где у вас гараж, ну, вот машины, где вы там собираетесь? Я говорю, где? Зачем? Я говорю, зачем? Я говорю, ну, как зачем? Я говорю, я хочу познакомиться, говорю, хочу. И опять ему про солидол. Солидол много у него, солидол. Я говорю, так что ж вы не смажете, если у вас его много? Солидолом. Ой, Меродика. И по кругу. Я поняла, что я ничего. Теперь он меня где-то не понимает. Или нельзя говорить, где у них контора. Я не знаю. Мы им сказали, идите, делайте свою работу. И ни с кем не разговаривать. Подошла какая-то тетка. И? Масло толкает. Толкает. А я думала, все-таки машинным маслом смазывают. Но, оказывается, солидолом. Может, это одно и то же? Ну, не знаю. У меня у бабушки скрипит дверь. Ну, так, чуть-чуть. Я все время тогда закрываю, все переживаю. Потом вспоминаю, что она не слышит. Она не слышит. Я намаживаю растительную. Да, да, и растительную намаживаю. У меня тут так просто кошмарно. Просто скрипел холодильник. Да, да, растительный. И когда я открывала, нотка просыпалась. И вот, ну, еда. Надо смазать. Потом такая, попробуй. А там так неудобно. Ну, я попробовала там ложкой. Капнула. Я в эту штучку, которая вот, перекись. Она же с пипеточкой, с такой вот, небольшой. Ну, короче, помогла. Тебе подарить? Да. Бутылочку. У меня перекись много, я бабушку поливаю ей. Вот она. Главное. У нее то одна какая-то там. Коросточка, то другая. Так что вот. А я оливковая. У меня есть оливковая, которую я купила. Но она страшно горькая. Либо она старая, либо она что. Вот всегда с оливковым маслом большая проблема. То ли это вообще непонятно что. Хочется, как бы, натурального хотя бы вот осенью, да, вот чуть-чуть. С настоящими нашими местными помидорами, там, огурчики, зелень. Вот сейчас самое время покушать вот это все. И масло такое прям вот. Вот я им и поливать буду. Вот я им и буду поливать. Кушай. Спасибо. Все, собираться будешь. Классная игра с песнями. Мы просто, когда в дорогу, мы в дороге едем, играем, тоже 4 или 5 часов или еще больше ехать, не просто же сидеть и музыку слушать, петь. Мы играем, например, в слова. Кто-нибудь из нас в голове алфавит проговаривает, стоп, второй говорит. И на эту букву, например, на букву М, пока у кого-то не кончится, ну и просто называем любые существительные на М. В ассоциации, например, загадываем человека, знакомого, чтобы и вам, и мне был. Ну, например, давайте я загадаю, а вы будете у меня ассоциацией. А, то есть мы знаем этого человека. Да. Оба. Дожди сок себе напила. Все, загадала. Загадала? И вы должны спрашивать. Так, мужчина? Нет, 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 смотрите, ассоциация, то есть какой-то цветок. А, а с каким, хорошо, с каким деревом ты ассоциируешь этого человека? Дерево. С каким деревом? Сок, вот который я пью. Дерево. Очень вкусно. Молодая березка. Молодая березка? Сальянка, что ли? Да. Ну, стройная, молоденькая березка, да, сальянка. Ну, давай я загадаю. Давай я загадаю. Ой, это будет тебе нелегко. Ну, давай тебе, чтобы это будет тебе на утро загадать. Ну, хорошо, я загадала. Я загадала. Да. Время суток. Ночь? Ночь. Ну. Время, к не могу да зима хорошо давайте цветок цветок тюрьма ну она тоже не сняла Музыкальный инструмент Барабах Барабах У меня была просто мысль и... Барабах тебя отбил! Да! Мысль! Синь? Да нет Зима Я думаю это мужчина Этого человека очень сложно, понимаешь? Мы все его знаем очень хорошо Но, понимаешь, это вот мое восприятие этого человека Ну конечно Это вот мое восприятие А мои восприятия, они так редко сходятся Ну в этом и прелесть этой игры Вера редактировала книгу мою, я говорю Вера, ну это стиль у меня такой, понимаешь? У меня основное слово, оно стоит последним Опять же, это все связано с моей вот работой С моей практической работой Одно дело, когда ты пишешь книги, а другое дело Выкладываешь Я же тебе художественно-литературу на все это Я говорю, Верочка, я с тобой согласна Ты права тысячу раз, я говорю, ну понимаешь? Зато она там у меня кусочек была Она говорит, а это не ты пишешь Я говорю, ты права То есть она тут же понимаешь, я говорю, видишь? Ты же абсолютно, я не взяла в кавычки Что это не мое Потому что все, что там не мое Я цитирую все в кавычках И я беру в кавычки и меняю на курсор Что это не мое Она мне сразу Это не твое Представляешь, что? Вот что значит человек, понимаешь? Знает стиль моего написания Но это редко, когда вот прям вот совпадаем Поэтому с этим человеком Ну давай что-нибудь еще спроси Сейчас Животное Животное? Сейчас скажу, меня посадят Сейчас я подумаю Ну пусть это будет бобер Бобер? Да Как все сложно Молодцы Бобер, что делают? Угу Себе струят где-то они Все Ломают Ну Лишь по себе Построить Глаз заешь Глаз заешь ну давай какая дорога с ямами без ямами дорога да асфальт есть асфальта нет асфальт я сейчас скажу дорога можно сказать гравийка гравийка а инструмент инструмент который молоток я скажу стамеска это рубанок с ручкой деревянная большая такая длинная железяка и на конце у нее чтобы как бы вырезать инструмент плотника бобер гравийка стамеска вот так я этого человека ассоциирую вообще удивительно конечно я бы даже я сдаюсь это наш президент была мысля вообще да честно на бобре когда сказали что под себя там вот как то вот как то так ну вот интересно почему ночь а он ночами не спит конечно я думаю что ну либо какие-то лекарства мне кажется что у него сосна плохо зима даже не потому что холодно и барабан потому что у него ритм пульсация когда он говорит она у него нездоровая ну да вот пусть у него все будет здорово самое главное я молюсь за всех начальников за власти на президента за белоруссию что все было хорошо всех верни к чтобы все было у всех хорошо потому что это так какое какое общее о каком общем можно говорить вот о создании чего-то общего у каждого своя культура но это невозможно это невозможно это невозможно что вообще мировой вот единый вот порядок чтобы все мы например стали европой опа опа получится большая опа общее вот общее чтобы единение возможно только в христе когда у нас мировоззрение одно но она не будет ну ладно когда она не будет она даже среди верующих разница так что все как всегда сложно и будет ну все под контролем у господа абсолютно все абсолютно все он позволяет что-то наблюдается в любой момент он может показать свою власть и никуда никто не денется не президенты не бомжи все под одним небом ходят вот так спасибо господу что ты ко мне сегодня забежала а что ты делала в торговом центре в общем не на камеру будет сказано да ой ну ладно беги собирайся свою нотку корми там что все было хорошо я вернусь к работе к своей работе моя девочка ну и вы там спешитесь после первого надо как-то если первая вторник я тридцать первого уеду не будет с вами а первого можно хоть первого после обеда мы будем встретиться так что вы там спешите с девчонками напишу сейчас как у там у Аленки как у Сыянки я ничего не знаю но мне еще ничего не рассказывала просто просто и все классно ну 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 все ладно друзья дорогие спасибо спасибо мы вас обнимаем мы вас целуем все мои девочки пока пока пока